Здравствуйте, я Артем Иванов, основатель и руководитель компании «Ави Место». Мы строим лучшие домашние кинозалы в Санкт-Петербурге. Ресивер – это мозг и мускулы домашнего кинотеатра. Сегодня разговор пойдет о лучших ресиверах второй половины 2021 года. Каждый год спрос на аудио- и видеотехнику достигает своего максимума к концу года. Какие-то мальчики покупают себе подарки на Новый год, а какие-то заселяются в новые квартиры, и им нужна электроника для акустики, установленной на этапе строительства. Поэтому сегодня я расскажу вам о лучших ресиверах в разных ценовых категориях, которые вы сможете приобрести в конце коронавирусного 2021 года. Определимся с условиями. Что такое лучший ресивер? Это ресивер, который превосходит всех конкурентов той же ценовой категории по каким-то параметрам, которые я субъективно считаю важными. Это ресивер, который должен быть доступен для покупки в России с официальной гарантией поддержки. Давайте определимся с минимальными требованиями. Ресивер должен поддерживать современные форматы звука Dolby Atmos и DTS-X, потому что с каждым днем они становятся все доступнее, а домашний кинотеатр покупают не на один год. Для меня не важна поддержка изображения 8К, потому что я уверен, что его еще долго будет неоткуда взят. Функционал тоже не играет решающего значения, потому что если вам нужен мультирум, скорее всего вы будете выбирать самый удобный для себя интерфейс, а не какое-то там абстрактное качество звука. Самое важное – это способность ресивера обеспечивать максимально качественный, приятный и объемный звук с максимальным количеством моделей акустики. Все ресиверы в подборе – это модели, которые мы устанавливали в различные проекты и имели возможность поэкспериментировать с настройками. И начнем мы с ценовой планки в 1000 долларов. На рынке есть модели и за 30 тысяч рублей, и за 25. Но говорить о качестве звука при такой цене очень сложно. Его нет. Самые бюджетные модели Denon или Yamaha теряют множество деталей. Если ресивер с отдельными колонками звучит хуже саундбара, он не достоин покупки, ибо саундбар априори удобнее и красивее. Лучший ресивер до 1000 долларов – Yamaha RX-V6. Ресивер только что получил премию Международной ассоциации экспертов Айза, как лучший ресивер 2021-2022. Он обыграл целую свору от Denon Марансов, дорогие новинки от Anthem, потихоньку встающий с колен Onkyo и множество других. На первый взгляд в нем нет ничего особенного, но он способен выдавать полновесный звук на любую акустику, а стоит при этом 60 тысяч рублей. Внутри стоит полностью новый процессор Yamaha с поддержкой всех современных стандартов звучания и семиканальный усилитель номинальной мощностью 100 Вт. Правда, 100 Вт он способен выдавать только в двухканальном режиме. Семиканальным она составляет, думаю, Ватт 60, что все равно немало. Также внутри стоит полностью переработанная система автокалибровки под помещение. И это непростые слова. Несмотря на отсутствие калибровки Dirac, которая считается ориентиром для всех производителей прямо сейчас, она и правда работает неплохо. И даже умеет оптимизировать звук при неоптимальном расположении колонок. Например, если телевизор стоит в углу. Есть поддержка Beamping, и она действительно делает музыку детальней. А также выход с предусилителя на фронтальные каналы. Любители стерео могут купить этот ресивер в качестве предусилителя, а как усилитель мощности подключить что угодно более классное. А что со звуком? RX-V6 удивляет с первой ноты, потому что ты вообще не думаешь про цену. Неоднократно говорил об этом в предыдущих видео, но по этому ресиверу не скажешь, сколько он стоит. А в бюджетном сегменте это суперкомплимент. И характер Yamaha бесконечно динамичный и драйвовый, никуда не делся. Скорость и отзывчивость, круто же! Если говорить о функциях, есть AirPlay 2 и Bluetooth, но они могут не понадобиться. Полноценная поддержка платформы Musicus 2 включает полную интеграцию с Deezer, Spotify и Tidal, а также возможность использовать в качестве беспроводных коловых каналов активные умные колонки Yamaha. На данный момент ресивер не поддерживает HDMI 2.1, 4K 120 Гц и HDR 10+. Но Yamaha обещает их поддержку после обновления прошивки в конце года. Но это если вы геймер. Если нет, то это просто обалденный ресивер за небольшие деньги. Многим не нравится характер звучания Yamaha, они считают его рисковатым. Справить это можно грамотным выбором акустики. А в целом это самый интересный ресивер до 100 тысяч рублей на конец 2021 года. Лучший ресивер до 2000 долларов – Denon AVC X3700. В этом месте я должен процитировать английское издание WhatHiFi. Когда вы слушаете лучшие в своем классе продукты так же часто, как и мы, вы сразу же понимаете, когда установлен новый стандарт. И это слова про Denon AVC X3700. Этот ресивер является великолепным примером усилителя, который подойдет любому. 9 каналов усиления и 12 каналов процессинга. 2 независимых выхода на сабвуферы. И система калибровки Odyssey. Если смотреть на функции, в нем есть абсолютно все. Все возможные стандарты звука, кроме разве что Aura 3D. Отличный встроенный стример. Поддержка 8К 60 Гц и 4К 120 Гц. Dolby Vision, HDR10, X10+, динамик HDR, HLG, а также масштабирование до 8К и GCP 2.3 на всех выходах HDMI. На трех выходах HDMI. Этот ресивер действительно задал новый стандарт для конкурентов. Качество звучания – типичный Denon среднего класса. Достаточно мощный, чтобы подружиться с любой акустикой. Достаточно динамичный, чтобы доставлять удовольствие в кино. И достаточно скрупулезный, чтобы советовать его любителю музыки. Тональный баланс ровный до скучности. Никаких прикрас. Этот аппарат является воплощением идеологии Hi-Fi. Правильное воспроизведение любой фонограммы. И соответствие духу времени. За дух времени отвечает интеграция Heos, Multirum, все популярные стриминговые сервисы, Airplay 2 и много чего еще интересного. Написать про этот аппарат больше нечего, потому что все ресиверы, которые его значительно превосходят, стоят на 100 тысяч рублей дороже. И о них дальше пойдет речь. Лучший ресивер до 4 тысяч долларов. NID T778. Самое яркое впечатление от этого ресивера я получил, когда мы его впервые продали. В офисе были АВ-процессоры усилищей мощности Marron с 2018 года. Два блока суммарно почти в два раза дороже надо. И работают они хорошо, и отзывы в интернете на них отличные. Добротная такая парочка, прекрасно зарекомендовавшая себя во множестве инсталляций по всему миру. Стало интересно, что за NID такой к нам приехал. Подключаем его к той же акустике и шок. Ресивер NID играет лучше. Лучше, чем отдельный 5-канальный усилитель мощности. Теперь к деталям. 9-канальный усилитель класса D выдаёт 85 Вт на канал. Подожди, скажете вы, ведь у DEN в два раза дешевле заявлено 105 или 180 Вт на канал. В DEN немощность заявляется при работе в стереорежиме или даже при работе одного канала. То есть она не настоящая. А в NAT это честные цифры, которые вам доступны в любой момент. Ещё одна отличительная черта – поддержка системы калибровки под помещение DERAC Live. Искренне считаю DERAC самой прорывной технологией в звуке за последние лет 5. Использование этой системы полностью меняет представление о домашнем кинотеатре, позволяя убрать множество негативных эффектов, возникающих из-за непродуманной акустики в помещении. Ещё один плюсик в копилку – поддержка BlueOS. С аудиофильской точки зрения это лучшая по качеству звучания стрим-платформа. Она ещё и не глючит, хотя и не такая простая, как ямаховский мюзикаст. И здесь её поддержка реализована в полном объёме. Hi-Rezes Tidal действительно звучит на уровне аналоговых источников. Аналоговых, что-то ещё забыл сказать. Ах да, всем любителям усилителей класса АБ, сходите и послушайте этот агрегат. Гарантирую, что ваша вера в настоящий правильный АБ вас покинет. Он абсолютно универсальный всеядер. Любая акустика от клепшей за 30 тысяч до фокал Сопра заиграет с этим ресивером как должна. Любой жанр музыки – от барного джаза до рубилова в духе Рамштайн. Любое кино. Этот ресивер угодит всем. Ему всегда хватает мощи и динамики. Пространство всегда получается равномерным и бесшовным. Если у вас есть возможность заплатить за этот ресивер, сделайте это. Это выдающийся продукт, которому нет равных. Лучший ресивер до 10 тысяч долларов – Anthem MRX 1140. Куда уж лучше, спросите вы, ведь есть такой замечательный NAT. Дело в том, что некоторые колонки предъявляют усилителю очень высокие требования. Например, кинотеатральная акустика MK Sound. Или какая-нибудь лютая high-end дичь. И в каких-то случаях поставить AV-процессор с усилителем мощности для такой дичи просто невозможно. Например, места нет. Ресивер, способный полноценно конкурировать с отдельными современными AV-процессорами и усилителями мощности, есть. Его зовут Anthem. Компания была полностью выкуплена в 2019 году одним из своих сооснователей и анонсировала сразу 9 новых моделей ресиверов, мощников и процессоров. И, несмотря на ковид, летом 2021, точно по графику, вся линейка вышла. MRX 1140 – это средний из ресиверов новинок. Что такое Anthem? Это полностью независимая компания, которая всегда предпочитает идти своим путем. Здесь установлено 11 утилителей класса АБ своей разработки, проприетарная система калибровки звука ERC, Anthem Room Correction, не то что вы подумали, и процессор, обрабатывающий 16 каналов по схеме 15.2. И настройка с помощью веб-интерфейса, понятного и не лагающего, как у продуктов других, относительно небольших компаний. Использование своего программного обеспечения позволило добавить функционал, который не часто встретишь даже в более дорогих АБ-процессорах. Возможность полностью независимо задавать настройки для каждого источника. Не только входы выбирать, а, например, использовать разные настройки ERC, калибровки звука. Чего здесь нет? Мультирума. Вторая зона, конечно, есть, но у Anthem нет никакого умного интерфейса типа Musicast или Heos. По управлению это классический ресивер с огромным набором разъемов и настроек. Целый час можно говорить про систему калибровки ERC, потому что она работает совсем по-другому, непривычно для пользователей DERAC или Odyssey. Главное, в отличие от них, ERC не полностью убирает влияние комнаты и делает это специально, чтобы ваш звук был более индивидуальным. И этим он понравится тем аудиофилам, которым популярные калибровщики кажутся лишающими звук жизни и естественности. Секретное оружие. Возможность полностью переназначать выходы усилителя ресивера. Это означает, что вы можете сделать 13-канальный сетап, например, 7-4-6, и в нем использовать каналы, встроенные в ресивер, для каналов объемного звучания. Объясню подробнее. Например, у вас есть 11-канальный ресивер Marons с 15-канальным процессингом. Если вы строите 13-канальную систему, вам придется докупить стереоусилитель мощности и задействовать 11 каналов Marons. И придется вам пускать на классный двухканальный мощник какие-нибудь Atmos-каналы. А хочется фронты улучшить. А в Anthem вы можете переназначить выходы встроенного усилителя, на которых написано фронт, например, на Atmos. А фронт как раз запитать от классного мощника. Это функционал, доступный в паре моделей премиум ресиверов вроде JBL Synthesis или Audio Control. И в новых Anthem. Чем же так хороший этот ресивер? Самый популярный вопрос на форумах. Нужен ресивер, который одинаково хороший на музыке и в кино. И ответ есть. Любой из новых ресиверов Anthem. Он дает по-настоящему хай-энд звучание, оставляя вам возможность построить охренительного уровня домашний кинотеатр или домашний кинозал на его базе. Это лучший звук из ресивера, который я когда-либо слышал. А какие еще есть бренды и почему они не в моем шорт-листе? Новинки Onkyo. Хотя с качественным звуком у них все отлично. Неделю назад настраивал одну из новинок и впечатился тем, какие странности в прошивке у нее можно найти. Это были очевидные глюки, которые когда-нибудь поправят. Но учитывая дурную славу бренда, учитывая, что проблемы с HDMI у Onkyo появились задолго до того, как это стало мейнстримом, рисковать не советую. Integra. Должна появиться в феврале, пока ничего нового нет. Pioneer. Входит в тот же концерн, что Onkyo Integra, но очевидно на грани смерти. Не купить. Новинки Yamaha из серии Avantage. Я обожаю Yamaha и верю в то, что они будут супер-классными. Но вживую их пока не слышал. Поэтому судить о них не могу. Хотя мы получим парочку RX-A8 одними из первых. Marans. Сложное у меня отношение к этому бренду. Если открыть крышку Marans и Denon, можно увидеть их практически полную идентичность. Вот только стоит Marans значительно дороже. Отличается фирменным мягким и сладким звуком, который может понравиться, а может и нет. Arkham. Есть некий флёр нестабильности во всём, что делает английская промышленность. Ресиверы и процессоры они делают с классным звуком, но, как ни странно, старенький AVR-390 с тысячу раз поправленной прошивкой нравится намного больше, чем новинки. Ибо он не глючит. Дорогие Denon. 67.00-85.00. Аппараты, безусловно, достойные. Но за те деньги, что они продаются, хочется чего-нибудь особенного, изысканного. Denon предлагает максимум функций, но звук у них выхолочный, пресноватый по сравнению с канадскими продуктами. Аудиоконтроль и JBL Synthesis. Считаю, что от этих брендов нужно брать только AV-процессоры, не ресиверы. Именно там реализован инженерный потенциал этих брендов. Смотришь на ресивер JBL, видишь ресивер Arkham. Но это секрет. Не будем забывать, что главное при покупке электроники в конце 2021 года – это найти товар в наличии. Это вносит свои коррективы при выборе. Главное, чтобы вам удалось приобрести тот вариант, который будет нравиться именно вам. Все остальное не важно. Согласны вы с моим выбором? Оставляйте ваши комментарии, если нет. Подписывайтесь и ставьте лайки. До новых встреч.